Жители района волнуют разные вопросы. В основном это обращения, которые требуют вмешательства республиканских ведомств, поскольку согласно действующему законодательству они не могут быть решены на местном уровне. К примеру, получение жилья одинокой пенсионеркой, льготы по коммунальным платежам работникам образования. Пожилой мужчина просит помочь в решении проблем с электросчетчиком. Были и более общие темы, касающиеся всего населенного пункта. Так к депутату обратилась Лилия Байгузина, жительница села Елчикаева. Как оказалось, в населенном пункте до сих пор нет сотовой связи и интернета. Я обратилась от имени наших жителей, от имени родителей наших учеников, потому что им надо готовиться к экзаменам ОГЭГ. У них нет возможности такой. Надежды на решение вопроса не только одной семьи, но и всего микрорайона возлагает и Олесия Рачкова. Так новый район села Ермолаевы нуждаются в подведении инфраструктуры и инженерных сетей. Семь лет назад мы получили участок по улице Юбилейной, микрорайон Северный. И вот по сегодняшний день у нас нету никаких коммуникаций. Построили дом, хотим в нем жить. Вот многодетная семья. Жить негде. Дом стоит, сердце крови обливается, жить не можем. Нету элементарного даже света. Все вопросы и обращения были взяты на контроль. На некоторые были даны ответы на месте. Вопросы решаемы. И, конечно, я буду заниматься, чтобы совместно с администрацией Курганинского района, чтобы эти все вопросы были решены. В принципе, таких вопросов, наверное, кричащих, чтобы где там видно, что бездействие органов власти имело место быть, таких я не увидел. Всего к депутату в день приема обратилось 9 человек. Айгуль Мухамедшин, Ярослав Кондратьев, Денис Тихонов. Новости.